В Сирии даже районы, откуда выбили боевиков, нельзя назвать полностью безопасными. Нападения, подобные сегодняшнему, возможны. Кроме того, отступая, террористы оставили тысячи ловушек. Зачистить Алеппо от мин и снарядов помогли российские саперы, но за его пределами еще опасно. Больницы в городе только предстоит восстановить, поэтому помощь медиков из нашей страны особо востребована. Репортаж Сергея Зинина. Студенты Сирийского медицинского института приходят сюда каждый день. Они участвуют в работе нашего медицинского центра, участвуют в перевязках и операциях. Сейчас здесь перевязывают девочку, которая пострадала от бытовой травмы. Все, все, все. Дыши, моя хорошая. В семье 10 детей. Наима самая младшая. Они жили в восточном Алеппо, где электричества до сих пор нет. Ночью агарок свечи упал на пол, дом выгорел дотла. Девочку с ожогами доставили в российский медицинский центр. Процентов где-то 15 поражения. Это верхние конечности и спина. В восточном Алеппо нет воды. Привезенную в бочках расходуют только на питье и приготовление пищи. Дети не моются неделями. Многие бегают по улицам босиком. Конечно, любые раны плохо заживают. А здесь, в госпитале, перевязки два раза в день, противожоговые мази, уколы антибиотиков. Ребенок нуждается в пересадке кожи. Обширные рубцы могут возникнуть. И поэтому ей нужна специализированная помощь. Ну, все, что можем, мы делаем. У них нет денег. Бедная семья. Это на вопрос сирийского студента, сколько стоит процедура, отвечают наши врачи. В госпитале всех лечат только бесплатно. За медикаменты, любые необходимые, тоже не нужно платить. Прием не менее 200 человек ежедневно. А еще успевают выезжать на сложные операции в больнице города. Помогать коллегам. Это военный госпиталь сирийской армии. Оперируют наши врачи. Гражданского пациента, который пострадал в 30 километрах от Алеппо. Мина боевиков разорвалась от этого человека в трех метрах. Множественное ранение головы, груди, живота. Внутрибрюшное кровотечение массивное. Шок третьей степени. Для студентов это не первая операция. Реагируют спокойно. В Алеппо люди уже привыкли к виду крови. За годы войны насмотрелись. Даже сейчас люди подрываются на минах, оставленных боевиками. Мы присутствуем на операциях, помогаем врачам. Это нужный опыт. Я именно поэтому поступила в медицинский. Родина нуждается сейчас в нас. Из-за войны очень ценные кадры уехали за границу. Операция длилась шесть часов. Все это время студенты не отходили от стола. У российских врачей огромный опыт. Присутствие на таких операциях это очень ценно. Такое не забывается. Я сейчас аспирантка университета Алеппо. Но моя цель получить докторскую степень в российском вузе. Мне это посоветовал отец, который учился в Советском Союзе. Студенты из Сирии, особенно медики, часто приезжают в Россию. Поступают в аспирантуру, набираются опыта, но все равно возвращаются домой. Здесь нужны их знания. И здесь много работы. Особенно сегодня. Сергей Зинин, Сергей Кузнецов, Дмитрий Зеливянский. Первый канал. Алеппо. Сирия.